Что будет в собрание? Ваши собрания? Подождите. Я вчера просил всех и детей помолиться. У кого есть, может, какое-то откровение, слово сказать? Вы знаете, о чем говорили. Говорили о Павле, о Покосе. Какие-то мнения выразите. У кого что есть сказать? Сегодня в пять собраний будет. Занятие, если кто желает поучаствовать в нем, о пророке Ильи. Потому что день памяти пророка Ильи был среди недели. Ну и народ-то не все были здесь побеседовать. Потому что, хотя этот пророк не первый в Израиле, там и Самуил был еще до него, но так уже сложилось в предании иудеев, что он самый первый пророк, который Израиль наставлял на путь истины таким путем. Был такой радиопроповедник, благовестник, Ярд Николаевич Пейси. Он передавал в основном сельственники, он, кажется, по национальности швед. У него вышла целая книга о пророке Ильи. Это сборник его проповедей. Вчера мы говорили о Павле. Я еще раз спрашиваю, что-нибудь добавить у кого есть, нет? Вы знаете, когда царь Николаевичу, что что-то неладно в церкви, это не предание, это реальность. Он пришел в сенот, а там был Антоний Храповицкий, в то время-то патриаршества не было. И он предложил себя в патриархии. Естественно, принимает он монашество, как это принято, ну и все прочее. Сарисова уйдет в монастырь, такой порядок был. Но все до единого архиереи опустили головы и молчали. Возражать или опасно, или нечего. Он постоял, посмотрел и вышел. И вот сегодня считают, что это был момент исторически важный для России, если бы он стал патриархом. Лично я этого не считаю. Какой он патриарх был? Он даже курить не бросил. Когда подходил, и после этого он продолжал курить. Дело-то даже не в куриве. Дело в возрождении. Быть патриархом сегодня, ну если не ради тщеславия, то ты понимаешь, какая ответственность. Страна буквально трещит по швам. Я своими глазами нынче видел. Шесть южных мусульманских республик мы проехали, неоднократно возвращаясь, встречаясь, беседуя. Мы вчера посмотрели у нас записи на видео. В доме Муллы я проповедовал. И это в интернет будет выставлено все. Далее. 11 государств прошли, которые имеют прямое отношение. К тому, что у нас происходит. Сегодня я радио не слышал 2 месяца. А сегодня включил и услышал. Оказывается, вчера Дания. Дания знаете, где находится? Ну, где находится Швеция. Все так через Данию, вход от Германии туда. Заявила протест о принятии в Шенгенскую зону Румынии и Болгарии. Они подали заявку, чтобы быть. И какая причина? Замусорят они всю Шенгенскую зону. А туда входит уже 26 государств. Считай, Польша, Германия, Венгрия, Австрия, Португалия, Испания, Франция. И преступность увеличится в несколько раз. Мы этого не знали. Они не знали, потому что подали заявку. Но если хотя бы один из ЕС государств протест заявит, это уже наложенное вето. Было такое, что они там в одном государстве. Это была Нидерландия. Там смотреть-то не на что. Там крохотное государство. Но вновь ЕС. Оно заявило протест о принятии в Шенгенскую зону маленьких государств. Приняли теперь, когда устранили все недостатки. Мы в Шенгенской зоне были, когда шли. Через границу Австрии, переходим в Венгрию. Вообще ничего нет. У маленькой таблички меньше, чем Мамаковский район. А когда зашли вот здесь Болгария, Румыния, действительно обстановка совершенно не такая. Во-первых, замусорено все. С собаками все запружено, все улицы. Они облепили Сыганяту. Ну у нас собака была, она как рябкнет, а не по сторонам. Нас туда никто не примет. На нас смотрят, как на людей, которые не признают общие законы мира. Я разговаривал в разных местах с людьми. Дальнего, заубежного, ближнего. И вопрос всегда стоит, а возможно ли поправить как-то? Вот я знаю, что возможно. Но для этого надо трудиться начать. А как? Через обращение к Богу. А по-другому нельзя? Нельзя. То есть, гипотетически как бы можно, а ничего нету. Вот мы заходим в Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия. Вот из этих республик входишь, Ставрополье, там рядом. Как будто это совершенно другое государство. Как они одеты. Вот как вот одеты, вот так вот они стоят. Она стоит, видно, что она беременная, ну совсем молодая, на асфальте. И на платье еще сантиметров на 10 у нее по асфальту. Куда бы мы ни зашли, молодежь, университет меня приглашает, в мусульманских этих республиках-то. Это совершенно другой генотип человека. Как только зашли в Ставрополье, Ростовская область, ну сегодня называют это шортики. Это трусы, обыкновенные женские трусы. И все, никаких лямочек нет, на одних, говорится, в груди только это держится. Нет этого, у них даже в помине этого нету. Я посмотрел, как в классе показывают. Сколько в классе девочек. Я посчитал, это уже на снимке, нереально. И сидят девочки, у всех до одной руки вот так вот на парте лежат. Все одеты в хиджаб, ни одной волосинки нигде не ведут. Значит, можно это все-таки. В одном месте мы бы ночевали, это уже на Гушетию. Молодые ребята, ну, кстати, как Андрей, вот помоложе где-то. А они там мойка какая-то. Но они всю ночь колготятся, приезжают. Вот что они там делают, а наша машина была рядом. Я через шторку смотрел. Рослые, крепкие ребята. И один за другим подъезжают, обнимаются, целуются, что-то опять на машину, выезжают буквально до утра. Что за колготня? Это не наши там подраться, потанцевать. Нет. У них дело. И ночью дела не коммерческие делаются. Проезжаем через Дагестан. Обыкновенная республика находится в составе Российской Федерации. Ну, сколько вот отсюда, он где не наживет. Это даже поближе к квартал. Везде стоят автоматчики. Я первый раз увидел чуть подальше, как бы с закрытием стоять со снайперской винтовкой. Это в мирное время. Вы видели где-нибудь, чтобы стояли на улицах со снайперскими винтовками? Ничего еще нет там. Мы в Беслане были, все записали, сфотографировали. Я даже интервью говорил, и мне горло схватило, я не могу говорить. Такая смертная печаль. Шли на все. Убивали детей. Все подряд стреляли. А спастись можно? Да никак не спасешься. В Буденовске. 150 боевиков со всех сторон вошли в город. Первым делом милицию перестреляли. В машину заходят. Выходи, не выходят. Пристрелили любого. Женщин, мужчина. В магазин заходят, всех выгоняют. 3,5 тысячи человек загнали. А дальше уже что хотят с ними делать в больнице. У нас обстановка вот именно такая. Мы это видели. Ну, зная, что мы верующие говорим. Нас теребили только в этой. Вот там была какая-то ревизионная проверка в Азербайджане. В общей сложности 15 часов провели на таможне. При въезде 6 и при выезде 9. 6 у нас 9. 15 часов так вот провели. Поэтому сегодня нужно обратить на это время. Говорил, вчера нет ответа никакого. Оценить то, что у нас есть. Я видел, фотографировали мы. В горах идешь. Машины идут с плашным потоком. Там где Австрия, Венгрия. И там где-то внизу, если машина упадет, ее никто поднимать не будет. Она будет крутиться, падать и конца я не видно. И там где-то внизу, где под склоном, домик стоит. Копаются люди, строят. Вообще ничего нету. Я говорю, а как земля? В мешке привезет, вырастет. И они держатся смертным боем за эту землю. Вот тут гляньте, посмотри. Ягоды 200 метров. Топливо, земля, вода. И когда расскажут, что живут люди, а где такая земля? Они в глаза не видали, некоторые родились вот такой землей. Ставим-то мы, это же все плодородная земля. Как это можно не ценить? А если не ценили, значит потеряли. Бог найдет лучших людей. Другим даст. Сегодня это изучают какие-то там языки. Язык, господствующий английский, но подпирает вплотную сегодня китайский язык. Мы разговаривали с разными, с разными людьми. Вот совершенно разные. И как они к этому подходят? Молва какая идет. Я знал все это в интернете. Но когда встретились, оказалось не так. Я никого не опровергаю, потому что мы были на руках у тысячи людей. За нас молились баптисты, адвентисты, пятидесятники, православные архиереи. Это я только знаю. А кого не знают, друг другу люди передавали. С чем вы вернетесь? Наше свидетельство будет весьма необычным. Ничего не опровергая. Они говорят правильно. Но по отношению верующих все по-другому. Вот мы верующие. Узнали, что мы верующие. Как они с нами разговаривают? Как будто мы там живем, и мы родные их братья. Вот эти цыгане, румыне, румыны. Они из мира известны какие. Как только узнали все верующие, они показывают, как они молятся. С каким буквально благоговением мы стали рассказывать. По-русски понимают многие. Но что-то немножко не понимают. То ли они где-то рядом были, вблизи, тут Молдавия еще рядом. Обстановка очень и очень напряженная. Вот только мы выезжали, сразу выехали, как сказали. Обнаружили автомобиль, начиненный взрывчаткой. А что такое автомобиль с взрывчаткой? Это ясное дело, что здание правительства Чечни в один день было сметено. Мне говорят, ну вот вы даете им, я Рамзану Кадырову подарил трехтомник, для слова Божия, не туз, и к истинному православию. Не считай национальную библиотеку, все 38 наших книг. Ну и что он будет считать, тебе хочется знать. Сейчас я тебе покажу. Из правительства или руководства сказать, Александра Лукашенко, мне пришла благодарность. Я ему лично тоже, ну не лично, глаза-то я не видел, воскресный день бы мы узнали. То есть где-то кого-то как-то все равно касается. И вот как она принимает, как говорят, когда узнали, что о Боге. Ну вот у нас там снято все, можно увидеть. Как будто бы они нас ждали и долгожданных встретили. Мы нежданные, незваные приходим. И в это время дождь хлынул, я рассказывал в прошлом раз, как из ведра. А я уже подписал Рамзану Кадырову личное письмо, тут же стоят в секретариате его. Вот. Я говорю, знаете, у нас дождь рассматривается как благословение Божие. А они стоят, по-русски все чисто понимают. А мы тоже так подумали, стоит женщина. Как они встречают? Мы попали как раз в библиотеку, когда выступал министр просвещения. Ну, маленькая республика, там министр это по-нашему может быть глава какого-нибудь региона, как Карлин, по значимости. Но вот так этот человек выступает, а они сразу все на нас нахлынули, и мы им все это отдаем. И говорят, они там боятся фотоаппарата, ничего подобного. Они все выстроились в хиджабе, одеты, сфотографировались, улыбаются. То есть мнение наше, оно необычное только потому, что мы шли на руках молитвы. За нас все везде молились. И где вот такая где-то обстановка, а что в книгах написано? Мир и любовь. Так а почему вы туда не едете нам, которая проверяющая, военная там, звание бывает, майора. Майор на таком посту стоит, еще он там стоит, солдат бы поправился. А вы не хотите поехать туда, вот там, где такая обстановка? Нам нужно там как-то пригладить. Да мы мимо проезжали, больше у нас график, говорю, не может. Книги там подарили где. Даже совершенно, ну неверующие стоят. И они уезжаем, они по-другому. Уже звонят там, едут с книгами. Да, православные. Так, пропустите, не проверяйте. Это чего-то стоит. А мы на Туле, там БТР стоит под сеткой. В Реднестровье там развернули. Мы думали, вообще они нас там растеребят. И мы прямо буквально чувствовали, что Господь вот эту обстановку смиряет веры. Сегодня у нас все еще пока благополучно. Возьмите для себя это. Каждый день включить благодарение. Господи, как Ты велик, как Ты благ. Как Ты все даруешь нам здесь в таком изобилии. Всякие какие-то трения, мелочи, они, как говорят, выеденного яйца не стоят. Как это все потом вспомнится? Я вспоминаю, когда Израиля уводили в плен, а потом разрешили за большие деньги спустя десятилетия на холмы израильские подойти и издали посмотреть на Иерусалим и поплакать. За деньги, и потом опять идти в плен. Задача стоит о расчленении России. Этого не скрывает ни Государственная Дума, ни кто. Вот чаще раз спросил. Ну, дело-то как бы нас не касается. Путин там вроде развелся со своей Людмилой. И все так. Ну, конечно, это не пример. Но что за этим-то стоит, вы не хотите посмотреть? Это акт государственной важности. Пример неблагоприятной обстановки. Это одно, но другое. Сам ли он делает, или он уже выполняет чей-то заказ? Какая причина? Она до этого провела полгода почти в монастыре. Сообщают. Зачем она там была? Теперь, кто его ставил? А у них, знаете, Герлускони там в Италии, все это разводят. Это у них в порядке вещей. Значит, он должен быть запятнан чем-то. Такой, как он есть, нормальная семья. Он неуязвимый делается. Значит, я предполагаю, что он тоже стоит под обстрелом, и его просто вынудили. А там, может, развода никакого и не было, как это делается. А что правителю? Правителю, о нем надо молиться. Мы были вот, как она называется, благодатная, или привольная, родина Горбачева. И когда стал библиотекарю говорить, что это сакральная фигура Горбачева, как заходишь, у них знаменитые люди нашего края, и на первом месте горкул Горбачев. Вы знаете, кто он такой? Ну, как, ну, кто, вот какой-то называет. Это намного глубже. Он сделал то, что ни один человек никогда не повторит. Первый, последний президент. Он передал власть, как будто мир, но на самом деле знает, что дальше начнется расширение Советского Союза. Это сакральная фигура своей фамилии, вмещающая четырех друг за другом последовательных правителей. Она библиотекарь, библиотекарь очень много знает. Она до того удивилась. Я говорю, а вы не слышали? Нет. Я говорю, мне сказал преподаватель космонавтов второй группы. И опровергнуть нельзя. Горбачев, фамилия-то известная, но она была, но она нигде ничего не значила, она значит только здесь. Только в его фамилии. Почему? Бог так сделал. Следующий, кто Брежнев, ты считай. Горбачев, Б, следующий, Андропов, Ч, это редкая фамилия, Черненко, следующий, Ельцин. Первые лица государства и в таком порядке, и все были вмонтированы с первой буквы в одну фамилию, это нельзя сделать. Это не миллиарды, триллионные варианты. И проигрывай не сделать этого. Ну, ты можешь подогнать, но соседа можешь поселить. Но первым лицом государства сделать в таком порядке, это нельзя. Даже вообще невозможно. Но, однако, было, и они этого не видели. Но мне это сказали, когда Горбачев был еще у власти. Лозин Анатолий Максимович. Я в это время сидел с ним в камере, и я понял, что это так. Когда стал дальше смотреть, я увидел, он помазанник Божий. Помазанник. Помазанник означает с маленькой буквы Христос. Откуда? Ну, из Еремии. Скажите царю Киру, помазаннику моему. При нем как раз от тысячелетия отпраздновали. Начали открывать храмы новые строить. И дальше вот вся эта отцововка. Нужно научиться смотреть. Чаще с другими говорили. Я вчера сказал, какие откровения были. Какие-то, может, во сне. Я сказал, особенно обратите внимание на детей. Вы кто с детьми говорили? Им не было ничего? Я вчера просил всех ребятишек, девчонки, чтобы помолились с вами вместе. Мы пришли, достали молиться. Раз, помолились, другой, сегодня ночью. Господи, какой ответ? Потому что это уходит и больше никогда не вернется. Не вернется. Может быть, он умрет. Может, его не будет. Может, это не надо. Я не настаиваю. Ребята, ты знаешь, о чем я вчера? Павел тут претендует на сено, а Усав гласит, что выехал. Не имеет права сюда тут ходить по лесам, собирать и прочее. Этого нет. Но обстановка так складывается, что у него скотина просто должна ликвидирована быть или сдохнет. И я батюшке сказал тут, говорил с Игорем, барабаш, немного так, ну, может быть, разрешить, я огород-то отдам и прочее. А может быть, сделать и пусть это останется как пример, как знаковое событие. Ну, свое, когда все сделаете, все равно там не так и много там надо. А может быть, сделать, привезти, это для вас. Моя сестра была Валя, она настроена была, так сказать, решительно, что не надо, что он там говорит. Да что говорит про меня-то, он больше говорит. Это никакого значения, что говорят. Ну и что? Жало в плоти сатаны, да, но она говорит или он говорит. И это его роль такая, он выполняет эту роль. Ты благодаришь, что не ты на том месте сидишь. Это я мог оказаться. Сейчас я закончу. Я ей, она говорит, ну, я сказала, от тебя-то какая помощь, вроде? А никакой от меня помощи нет. Ну, я могу там все напереворошить, что? Ну, чужими руками жар загребать. Вот поговорка здесь как раз не сыграла. Жар загребать, это поговорка о тех, которые желают иметь прибыль, там, взятки, коррупции, чужими руками, чтобы кто-то. Это своими руками жар отгребать от себя. Отгребать. Вот эти обвинения там разные и прочее. Попробуйте, говори, Люба. Вот 25 сентября будет ровно 5 лет, как я отказалась от коров. Сейчас у меня 62, а это, значит, мне было 57 лет. Павел на 2 года, или на сколько старше меня? Я с 51, кто знает точно. Вот, я отказалась от коров. Через 3 года я отказалась от овечек. Потому что заготовка сена, это очень тяжелый труд. Я не смогла этого сделать. Я отказалась. У меня пенсия меньше, чем у него. Зачем ему эта лошадь сейчас живет в деревне? Так, ты можешь это ему сказать? Могу. Вот, ты ему скажи. Могу, а почему нет? Я еще раз повторяю. Я не настаиваю, только предложил, что вот это сделать, это один раз. Даже в прошлом еще раз и спросил. Это что, каждый год? Я говорю, нет. Сделать это один раз, это будет тоже как событие какое. Я согласна с вами. Один раз. Сделать один раз, но не сегодня и не завтра. И не сегодня и не завтра. Когда все закончится. Если он добьется, получит щелчок, вот тогда помочь. Вот именно подумать как. Вот это уже совет и ответ. Я про это и хоть я-то ничего не знаю. Просто у меня мысль пришла такая. Я поделился с вами вчера. Мне-то он... Он подходит только под определение врага. Больше никак. Он родной брат... Он пьяница, он блудник. Да, он все, все, что может. Только это враг. Но сестра ей говорит, не помогая злому написано. Я говорю, было написано. Ты не забывай о том, что мы находимся в Новом Завете. Написано, врага. Именно врага. Делить по-пиларетовски не надо. Это враг Божий. Это мой враг. Это враг Отечества. Значит, Божий, я там разираюсь, своего любви, а Отечество, который враг, того пристрелить. Это выдумка. Врага, это значит, любого какой бы... Но когда помочь? Как? Мне вот, когда я был там, даже вот, ну... Это Кабардино-Балкария называется. Так это люди-то, они совершенно другой веры. Они ничего не хотят знать. Да они столько зла сделали, особенно в Чечне. А вы туда едете так. Все, что ты говоришь, все правильно. Но вы гляньте туда в историю. Кто их завоевывал? Они нужны были? Ты читай не что-то, а Хаджи Мурат Льва Николаевича Толстого. Прочитай, что с ними делали. Жили мирно, пчелы, ребятишки. И вдруг с пушками пришли. А у них-то ничего нет. Завоевали. Все, сожгли, ребятишек убили, пасеку разорили, сено сожгли и ушли. А старики молятся, собрались. О, Аллах! Зачем эти люди живут на земле? Дальше считать нельзя, только плакать. Да какая-то речь идет, когда? Когда они жили свободно. Это народ горные, горские люди, они более свободолюбивые. Они, ну как же это, менталитет такой. Я говорю, а их давили, сжали. Вот это все сейчас идет сюда. Нам научиться надо каяться. Не за свои только грехи, но за грехи наших предков. А при чем тут я? А при том, когда Алексей Михайлович, Алексей Михайлович, он царь только. И как коснулось, что? А митрополит Филипп был задушен предками. И мощи переносили. И он подошел с грамотой. Прости, неуемную лютость моего деда Ивана Грозного. За кого он просит прощения? Ивана Грозного, царица Идоксия Сослала. А Феодосия Младший теперь мощи златоуста несет туда. И перед ним с письмом. Прости мою бабку неразумную. Что она сделала? Какого человека погубила? Ну, мы не можем это сделать, как они сделали. Но здесь надо пробить какую-то ямку-то. Гнали, гнобили старообрядцев 180 лет. Они предпочитали быть сожженными, чем сдаться в руки. Кто их довел до этого? Ну, сегодня-то надо говорить. Но зарубежная церковь принесла покаяние. Патриархия это не приносит. И поэтому у нас ничего не получается. А сегодня говорят вот такие... Женя, плохо. Отношение к Павлу. Причем здесь это отношение к Павлу? Я говорю о покаянии. О покаянии коснулась речь. Ну, у него-то нет покаяния. Мы-то говорим о Павле сейчас. И покаяния нет с его стороны. Я другу бы сказал, ни у кого-нибудь еще нет. И говорится, тема закрыта. А вот когда молишься, это надо все к себе привести. Вот мы были, нас просто осуждают. Вам это надо? Вы едете тут кому-то, чего? А мы видели людей, которые тут же при нас стояли и задавали вопросы. Тем более у нас заснято все. Это можно показать. Вот что немножко я хотел сегодня сказать вам. Так на занятие в час дня о пророке Ильи. Короткое слово. Ну, понятно в отношении Павла, что со всех точек зрения, как натихство, что враг и так далее, и так далее. Ну и нам хочется, все-таки хочется насолить. А ведь в Библии говорится, хочешь ему насолить? Возьмите, сделайте как? Накорми его и сделай ему доброе. И что бы это было? Я говорю, дело не в этом. Дело не в этом. Вы понимаете, что вот если взять, отобрать у него лошадь, и все, он просто погибил ему. Я понимаю, я вот как бы сюда приезжу, это делать лучше. Пусть он сам убирает. Речь идет о том, что сейчас мы должны взять и пойти ему сгребать, и все ему делать. Нет, нет, я говорю, когда закончу, то все, пусть там будыли какие-то не скочит. Я готов пойти и помочь. Вот я готов, приеду, он отдал мне сенокос. Один раз за всю жизнь. Я расскажу сейчас историю. Мы ехали с ним в машине. Я у него спрашиваю, Павел, ты будешь косить? Он говорит, нет. Я говорю, косите, кто хочет. Я говорю, Павел, отдай мне свой сенокос, у нас с ним параллельно вместе идут. Он говорит, забирай. Мне без разницы, кто будет косить. Я потом приезжаю, смотрю, косит рактор. Говорят, Павел косит. Я приезжаю, Павел, ты же мне отдал. Он так говорит, глаза, я, говорит, не помню. Я, говорит, такого не говорю, я не мог такого сказать. Ну, я развернулся, сел и уехал. Дело в том, что, понимаешь, мне-то без разницы. Катьина голодом у него в этом году никак не будет. Корченские вот эти сенокосы, они все побросали. Мне вот приезжали, вчера отдавали, косите. Они, вот эти ближайшие сенокосы, они не косят. Потому что они, говорит, ну, вон там вот так вот накосились. По ближайшему. Он не будет без сена, если ему сена надо. Он только руку поднимет, он их тоже привезет. Я понимаю, отлично, я бы его не пустил, не дал. По уставу, не положено, уехал, все. А с другой стороны, внутри, подумай, сейчас вот думаю, лошадь у него, отобери все, ему смерть. Он и так с этим ходит. Я думаю... Никто не отобирает. По закону, он им прав. Потому что у нас, он еще прописан здесь. Он сказал, я прописан здесь. И я, говорит, у меня есть скотина, то есть, забрать у него практически... Ну, пусть он косит. Я ничего не против. Отобирать никто не отобирает. Ну, помогать я ему, извините. Ну, это дело лично каждого. Я ничего не говорю. Лично я готов. У меня еще не брано с восемь окос. У меня гниет. У тебя участок, это твой дом. И то, что к нему, вот, к тебе бы ты и видел. Вот там ты хозяин. Так же и Павел. А покосы про все это в его ведом не ходят. Люба, вы правы здесь на 99,9%. Ну, просто внутри вот что-то вот не знаю. Вот, понимаешь, Люба, этот вопрос решаете вот это. Маленько на другой уровень перевести. То есть, вот в таком супер критическом положении, когда ему надо все хозяйство, которое он привязан, порешить. Мы не о нем, как бы, заботимся, а о лошаде, которую мы многократно в лагере пользуем. Вы говорите, что он сейчас, вот, он из-за этого, если он хочет, он может сейчас руками взять и накосить себя вот так все. Только не пить при этом. А у нас что? У нас важнее вот сюда. Купить может. Купить может. Давид много. У него пенсия больше, чем Маля. Покупает. Это, как говорится, шантаж. А вот вам, видите, он может заказать ему тючки. Тючки привезут. На это есть деньги. На это есть. Конечно, каким судом судишь, говорит, нет, суд безмилов. Все, вы не стаи. Все говорят правильно. Я согласен. Вообще, они же плины. Ну, я вот могу, я лично себе говорю. Понимаю вас. А ты другого не можешь, говоря. Он же отоживает. А он думает, что отдаст. Он говорит, что отдаст. Слушка, что вы пробираете. Нет, ну, пусть он собирает право. Пусть и ваша права. Милович, чтобы идти помогать. Почему?